Скоро мастер Евгений Михайлов завершит сооружение резной и фигурной границы между собственным и внешним миром. Он так давно об этом мечтал. Слава о таланте мастера по дереву и бересте давно вышла за пределы районного центра. Заказы на поделки Евгения Михайлова поступают из Читы и дальних-дальних властей. Но дома главные заказчики дети и жена Наталья. Младший сын Паша так и привык к самого рождения играть полезными игрушками из дерева, в которые папа вложил душу. Сырье для поделок, некоторые из которых больше похожи на произведения искусства, можно добыть недалеко от дома. Из этой заготовки, в будущем, на токарном станке обработаю ее. И получаются такие подсвечники. А это что за дерево? Из чего? Это сосна. Обыкновенная, да? Это сосна. Потому что она такая самая выразительная, такая древесина и коровняя. Лиственница не идет, она хрупкая. Береза тоже не то. Вот сосна сам идеален для таких работ. В собственной мастерской деревянных дел мастер работает под русский рок. В репертуаре, который сопровождает творческий процесс «Калинов мост», «Би-2», «Високосный год». Мама не дождалась. Мама все переживала, что талант свой гублю. Вовлекался спиртным сильно. Ну, удалось, да? Да, я говорю, милис, не скрипся. Просто побеседовал, да. Сам бы там как-то задумался. Одна из самых пронзительных работ Евгения Михайлова – кулон, подаренный жене Наталье. Деревянное, покрытое лаком сердце. А зачем там нитка? Что она означает? Это типа как израненное сердце, зашитое. Совсем недавно Евгений изготовил по заказу Сахандинского заповедника стилизованную мебель для монгольской юрты. Заказчики остались довольны. Перебрав на своем веку несколько профессий, побывав путейцем на железной дороге, наемным столяром, учителем труда, он наконец остановился. Оказалось, идеально для мастера быть индивидуальным предпринимателем. Никто не стоит над душой, не командует. В центре занятости населения я встал на биржу, написал бизнес-план, защитился, открыл свое дело. Все сам себе хозяин, никому не подчиняюсь. Давно мечтал уже. Теперь в планах получение муниципального гранта, расширение производства. Построить цех, взять на работу трех-четырех односельчан. Кто-то заготавливает сырье, кто-то занимается росписью. Генерация идей – дело мастера. 2011 год «Белого кролика» принес к иринскому мастеру Евгению Михайлову новые перспективы, далеко идущие проекты. И даже количество пушистых питомцев во дворе семьи Михайловых увеличилось в несколько раз. 2012 год «Дракона» должен принести государственные деньги по гранту, достаток, благополучие, спокойствие, несмотря на огненный характер. Да и давно пора доделать фигурно-резную границу с внешним миром. Ирина Трофимова, Сергей Рычков из Кыринского района. 11 раз «Белого кролика» . Продолжение следует...